Власти в Казахстане подпитывают полулегальную оппозицию своими запретами на создание политических партий. Оппозиция, конечно, против такого развития событий, поэтому и продолжает устраивать акции и всячески мешать власти. Это, в свою очередь, приводит к ее радикализации. По мнению экспертов, в радикальную оппозицию входят те политические силы, которые не хотят действовать в правовом поле и поставили перед собой цель свержения нынешнего политического режима. Сейчас эти силы представлены двумя группами. Первая – это запрещенные организации «Демократический выбор Казахстана» и «Кеши Партиясы». Вторая – «Исламистское подполье». Цель облязовцев – это свергнуть действующую власть в пользу Мухтара Облязова, не обеспечить его триумфальное возвращение в Казахстан. Но это формально. На самом деле, просто не дать возможности экстразировать его на родину. Исламисты же хотят построить халифат. Правда, здесь они гораздо менее реалистичны, чем облязовцы. Действительно, после такого события явно произойдет военное вторжение других стран, которые не потерпят его на своих границах. И тех стран, которые вложили средства. А перспективы исламистов просты. Они попытаются что-то сделать для реализации их стремлений, их арестуют и посадят в тюрьму. Других вариантов нет. Да, захват власти талибами в Афганистане каким-то образом вдохновил некоторых. Но если они будут слишком активны, репрессии скоро их остудят. Директор Института Евразийской интеграции Уразгалис ЛТФ считает эти движения крайне маргинальными. У них нет четких планов альтернативного развития. Оппозиция строится только на отрицании и преувеличении негатива, что может вызвать симпатию у части граждан лишь на некоторое время. Практически нет социальной базы, кроме небольшой группы людей, которые совершают несогласованные действия. Нет стабильной системы контроля и взаимодействия, за исключением чатов в социальных сетях. Эти образования мгновенно рухнут, если их обусловленный лидер исчезнет из повестки дня СМИ по той или иной причине. Сам Облязов уже потерял практически всех, кто ранее любил и комментировал его видеопродукции. Следует отметить, что радикальные идеи и методы чужды большинству казахстанских обществ. Так называемая старая оппозиция имела как минимум одну идеологическую основу. Да, она регулярно злоупотребляла радикальным популизмом, но не видела в нем единственную основу своего существования, а только как один из методов политической борьбы. А в рядах старой оппозиции было много интеллектуалов, сумевших выработать конкретные предложения по развитию государства и общества. Это были люди, которых можно назвать политиками, потому что они действительно принимали участие во многих судебных процессах. У них были сторонники в интеллектуальной, культурной и деловой элите. Они продемонстрировали готовность сесть за стол переговоров с действующей властью, что не следует понимать как предательство их идей и их сторонников.